Здравствуйте, шановна громада! Сегодня у нас парада в раду. Выражение «Кто девушке кормит, тот ее и танцует, как нельзя лучше» характеризует любовные отношения между Украиной и Международным валютным фондом. И, выделив совсем недавно 1 миллиард долларов очередной транш, Международный валютный фонд тут же погрозил нам пальчиком. Потому как, несмотря на волны, поднимаемые депутатами Верховной Рады вместе с гарантом Конституции по борьбе с коррупцией, наша страна, Украина, опустилась в рейтинге конкурентноспособности стран 79-го места аж на 85-е. Но, шановна громада, спешу вас успокоить. Нам есть еще куда опускаться, правда, совсем чуть-чуть. Страны скоро кончатся. В общем, Международный валютный фонд сказал, давайте, потому что мы вам больше давать не будем. И депутаты Верховной Рады вместе с гарантом нашей Конституции бросились немедленно Международному валютному фонду давать. Последний день сентября в Верховной Раде, несмотря на отчаянные попытки депутатов сбежать из зала, голове Верховной Рады по прозвищу Логопед удалось все-таки с 15-го раза заставить их проголосовать за увольнение аж 29 судей, которые два года тому назад выносили неправосудные решения по отношению к участникам Евромайдана. Сколько за эти два года было ими вынесено неправосудных решений по отношению к нам, электорату, которые в Евромайдане не участвовали, это наших борцов с коррупцией совершенно не интересует. Так вот, с этого дня стартовала у нас в стране судебная реформа по-украински. А что же это означает для нас с вами, шановная громада? Может быть, судьям, которые выносили неправосудные решения, будет плохо, их уволят? Или, может быть, садовговорники с откатами их посадят? Что вы, шановная граната, это же судебная реформа по-украински. И в течение трех лет за это все будут повышать зарплату. И будут повышать до тех пор, пока сумма эта не достигнет, ну, невыговариваемого размера. И это, шановная громада, еще не все. Нам с вами никто, естественно, ничего повышать не будет, ну, кроме тарифов на коммуналку. Потому как, если нам повысить зарплаты, так будет же соблазн давать этим судям взятки. В общем, с кем бы ни боролись наши борцы с коррупцией, побеждают они почему-то всегда именно нас с вами. Но это же еще не все, шановная громада. Впереди у нас еще реформа здравоохранения, реформа культуры, реформа жилищно-коммунального хозяйства. Поэтому танцы с Международным валютным фондом будут продолжены. А кто спрятаться не успел, пеняйте сами на себя. Ну, а теперь, шановная громада, за Одессу наш мам. Как мы и предполагали, наш великий грузинский реформатор-губернатор покидает Одессу и уезжает в Грузию. И с собой он решил прихватить начальника украинской полиции Деканаидзе и, если нам с вами очень повезет, то и начальника одесской полиции лорд Кипаниц. Ну, потренировавшись на Одессе, они решили довести до окончательного ума Грузии. И, как принято в приличных странах, шановная громада, мы сейчас очень коротко подведем итог работы нашего великого грузинского губернатора-реформатора в Одессе и Одесской области. В первую очередь, это колоссальная волна инвестиций, чуть не смывшая нас канализацией, причем инвестиций, пришедших неизвестно откуда и ушедших непонятно куда. Это трасса Одесса-Рени. Это борьба с коррупцией пионерки на Одесской таможне. Это брачный нахолстрой, который возвик наш губернатор прямо перед зданием областной администрации. И это единое окно, через которое, скорее всего, и будут уходить в Грузию наш губернатор, со-товарищи. А мне, шановная громада, в этой связи вспоминается песня, написанная в 1980 году как раз к Камчанию Олимпиады в Москве. На трибунах становится тише. Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша. Возвращайся в свой сказочный лес. Ну вот, на этом время нашей передачи подошло к концу. С вами был Виктор Зонис. Мы ждем новостей, а вы ждите нас с этими новостями. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!